много здесь работы очень много почти все электросети мощун без электричества и газа почти с первых дней полномасштабного вторжения газ уже подключен а вот электрики говорят из-за того что россияне уничтожили почти все провода им нужно больше времени несколько дней назад мощу начали ездить маршрутки люди теперь могут добраться до своих домов в их числе и валентина михайловна иду мощун на дачке там ваша дача да а что с ней сейчас ну что ремонтировать надо дойти не могу ноги болят и не знаю что делать общественный транспорт само село не проезжает чтобы дойти до своего дома валентине михайловне нужно преодолеть несколько километров ходить туда далеко два километра она была там уже несколько раз прошлый раз уже засадила огород и работы там хватает душа болит знаете как мы подвозим ее к даче она с радостью соглашается и просит ее называть баба валя пока едем мы видим что большинство домов мощу не повреждены многие просто уничтожены посеченный забор от калитки остались только металлические части но она закрыта на замок владелица соблюдает правила не открою а чего нет а ключ тот а символ какой символ закрыта вот видите какое вот таким способом они закрыли замок я пришла и была уже открыта хата в доме пострадала в основном только крыша и хотя сюда прилетали обломки российских снарядов валентине михайловне еще повезло по сравнению с соседями мощен был очень важен для россиян это был ключ киеву и поэтому они всеми силами пытались его взять и не жалели снарядов для его обстрела в итоге практически каждый дом здесь пострадал все иссечено все избита здесь очень много прилетов александр оставался мощу не с первых дней думал здесь будет безопасно потому к нему съехались и дети с внуками но уже через несколько дней рассказывает мощун стал настоящим адом 1 загорелся дом напротив мы тушили пожар и потом уже начались боевые действия по чуть-чуть перелетевшие снаряды через нас а потом уже числа 28 начали снаряды прилетать на улицу попадать и после 5 марта 24 часа в сутки лишь в дом александра прилетели три снаряда детей внуков пришлось эвакуировать когда прилетел первым мы были дома остальное мы были у соседки в подвале там подход ходуном ходил а в доме было нельзя потому что здесь так прилетало сюда прилетел снаряд пролетел не взорвался я выбросил его а на эту сторону сюда рпг мужчина уже начал собственными силами восстанавливать дом говорит для восстановления ему понадобится около трехсот тысяч гривен у меня материал есть что я смогу я сейчас уже ремонтирую закрываю дыры отверстия где немного по замазу что смогу сделаю а остальное даже не знаю что делать в мощу не должна работать комиссия фиксирующая повреждения она уже была в нескольких домах но выборочно большинство людей в селе и и не видели хотя говорят здесь и ждут чуть ли не в каждом дворе